Вопрос. Как мне молиться так же, как молился Пророк? Ответ. Поклоняющийся должен иметь намерение для молитвы, ради которой он стоит, имея намерение в своем сердце. Если он встает на молитву, он должен быть обращен к Абби в обязательных и дополнительных молитвах, где бы он ни находился, и пусть молится стоя, а если не может, пусть молится сидя, если не может сидеть, пусть молится лежа на быку. Затем он начинает молитву и произносит вступительный такбир, говоря Аллаху Акбар, Аллах Велик, глядя на место поклона. И он поднимает руки с такбиром до или после. Он поднимает ладони на уровне своих плечей или кончиков ушей. Затем, после произнесения такбира, он кладет на грудь правую руку поверх тыльной стороны левой ладони. Это касается как мужчин, так и женщин. Затем он начинает чтение с некоторых узаконенных дуа от пророка, саллиллаху алисалям. Среди них Субханакаллахумма, вабихамдика, ватабарака, исмука, ватааля, жаддука, вала, илляха, гайрук. Затем он ищет убежище у Всевышнего Аллаха, ауузу билляхи минас шайтанирраджим, и говорит, бисмилляхи рахмани ррахим. Затем читает суру Аль-Фатиха в каждом ракате, и читать еще одну суру после Аль-Фатиха является сунной. Закончив чтение, он должен замолчать, сделав небольшую паузу, затем снова поднять руки, как в начальном такбире, и поклониться руку, поясной поклон. Он должен положить руки на колени, расставив пальцы, как бы охватывая колени. Ему следует выпрямить спину, сделав ее параллельной земле, и держать голову на одном уровне со спиной, локти не прижимая к бокам. В состоянии руку он должен чувствовать спокойствие и говорить, Субхана Рабби Аль-Азим, Слава Моему Господу Величайшему. Эту фразу желательно повторить три раза и более. Также рекомендуется произнести другие предписанные дикры во время руку. Вставая с поясного поклона, он должен сказать, Сами Аллаху Лиман Хамида. Аллах слышит тех, кто восхваляет его, независимо от того, совершается ли молитва коллективно или индивидуально. В этот момент он должен поднять руки, подобно начальному такбиру, затем выпрямиться, чувствуя себя спокойно, пока каждая кость и сустав не встанут на свои места. Он должен сложить руки на груди и сказать, Раббана вала кальхамд, Господь наш, тебе хвала, независимо от того, имам это или молящийся самостоятельно, или молится за имамом. Затем он падает ниц, произнося Аллаху Акбар, ставя колени на землю прежде, чем руки, если ему это легко, но если это трудно, он может положить руки на землю прежде, чем колени. В земном поклоне он опирается на свои ладони, разводя их, соединяя пальцы и направив их в сторону хибли, ставя ладони на уровне своих плечей, а иногда на уровне ушей. Он должен коснуться носом и лбом земли, коленями и пальцами ступней, держа стопы вертикально, обращенными к хибли пальцев ног. Во время земного поклона нужно опираться на все части тела, а именно лоб и нос одновременно, на ладони и колени и пальцы ног. В земном поклоне нужно говорить Субхана Рабби Аль Аля, Слава Моему Господу Всевышнему. Желательно повторить эти три раза и более. Также рекомендуется произносить другие предписанные викр во время земного поклона. Рекомендуется увеличить дуа во время земного поклона, так как это время, когда человек больше всего надеется, что его молитвы будут услышаны. Затем он поднимает голову, произнеся такбир и сидит в спокойном состоянии, пока каждая косточка не вернется на свое место. Кладет левую ногу и садится на нее, держа правую стопу вертикально. Пальцы правой ноги обращены к хибли, а руки кладет на бедра и колени. В этом сидячем положении он говорит Рабби Ахфилли, Рабби Ахфилли, мой Господь прости меня, мой Господь прости меня. Или может сказать Рабби Ахфилли вархамни, ваглини варзукни, ваафини ваджнувни. Мой Господь прости меня, помилуй меня, направь меня, обеспечь меня, даруй мне здоровье и владь мои дела. Или любой другой предписанный адгар между двумя земными поклонами. Затем говорит Аллаху Акбар, Аллах Величайший и совершает земной поклон во второй раз, делая то же самое, что и в первом земном поклоне. Когда поднимает голову после второго поклона и собирается подняться для второго раката, нужно произнести такбир. Иногда можно посидеть ненадолго, например, ненадолгое сидение. Как между земными поклонами, известно как Джальсат Аль-Истираха. Если оставить это действие, то не будет никакого проблемы. И это не будет особого викра и дуа. И это не требует особого викра или дуа. Затем он поднимается в положение стоя для второго раката во время вставания, опираясь на колени, если это возможно для него. А если ему трудно, он опирается об землю. И делает второй ракат так, как делал в первом ракате, только не читает вступительное дуа. Когда заканчивается второй ракат, он садится для ташахуда и сидит, соблюдая спокойствие, как упоминалось ранее, между земными поклонами. И он кладет свою правую ладонь на свое правое бедро и колено, а конец правого локтя на свое бедро. Недалеко от него, а свою левую ладонь кладет на свое левое бедро и колено. И он сжимает все пальцы своей правой ладони в кулак и кладет большой палец, иногда на средний палец, а иногда образовывая пальцами кольцо, и он указывает указательным пальцем на киблу, как знак единобожия, выделение Аллаха в поклонении. Затем читает ташахуд в положении сидя, затем встает на третий ракат, если молитва состоит из трех или четырех ракатов, поднимая руки до уровня плеч или ушей, произнося Аллаху Акбар, Аллаху Величайший. Кладет руки на грудь, как упомянуто ранее. В этом ракате читает только Аль-Фатиху, однако если иногда читает что-то дополнительное после Аль-Фатиха в третьем или четвертом ракате, дугра, полудина молитвы, то нет в этом проблем. После совершения третьего раката он встает на четвертый ракат так же, как и на второй ракат. Затем он садится для последнего ташахуда и делает то же, что и в первом ташахуде. Однако он садится на левое бедро и ногу кладет под правую ногу и выводит стопу с правой стороны и поднимает правую стопу вертикально. Затем читает ташахуд с дуана пророка, саллилаллаху асаллим. Затем он прибегает к Аллаху от четырех вещей, говоря, Затем он делает дуа за себя тем, что ему кажется из того, что принесет ему пользу для его религии или в мирском. Затем он делает приветствие в правую сторону от себя, говоря, Ас-саляму алейкум и рахматуллах, да пребудет с вами мир и милость Аллаха, пока не станет отчетливо видна правая щека. Затем таким же образом произносит салям в левую сторону. Затем. Продолжение следует... Продолжение следует...